Сегодня 3,5 миллиона москвичей получили им письма за подписью мэра Москвы Сергея Собянина с призывом голосовать за Единую Россию. Вот, собственно, так выглядит это письмо, эта листовка. Разослать подобные агитационные листовки – это идея самого Сергея Собянина. Как удалось выяснить, мэр Москвы писал текст сам. И чтобы одомашнить официозный стиль, сделал даже вот такое вкрапление. Моя дочь недавно спросила меня, какая разница, какая партия победит в Думе. Действительно, какая разница, какая партия победит в Думе. На этот вопрос листовка отвечает прямо. Если в парламенте большинство будет у партии «Единая Россия», Москва сохранит стабильный бюджет и реализует все запланированные программы. Может ли действующий чиновник, руководитель города, агитировать население подобным образом? Специалисты по выборному законодательству заявляют, что да, мэр Москвы писал этот текст в нерабочее время, а значит, был не при исполнении. Это, кстати, самое популярное оправдание использования административного ресурса. Губернаторы, члены «Единой России» открыто призывают голосовать за правящую партию, а потом утверждают, что это их личное мнение. И похоже, что такое шаг мэра, попытка хоть как-то поднять рейтинг партии. Показатели которой упали в Москве. Согласно внутренним опросам «Единой России», оказавшимся в распоряжении газеты «Ру», в столице партия не набирает и 30% голосов. Обсудим рейтинг партии с нашим гостем Игорем Минтусовым, политологом, директором коммуникационной компании «Никола М». Здравствуйте. Добрый вечер. Как Вы объясняете широкое использование формы агитации, которую многие могут счесть нелегитимной? Объяснение очень просто. Одним словом, безнаказанность тех должностных лиц, которые используют свое служебное положение и имеют определенные задачи, которые перед ним поставила правящая партия, которой они принадлежат, совершать определенные действия, понимая то, что и Центральная избирательная комиссия и соответствующие другие наблюдающие, надзирающие органы за выборами с вероятностью 99,9% вряд ли будут реагировать на подобного рода действия чиновников. В Москве не так уж все плохо, чтобы вход в такую тяжелую артиллерию пускает, чтобы Сергей Собянин от своего имени рассылал письма горожанам? Ну, я думаю, что, очевидно, мэр города написал это письмо, движимый искренним желанием помочь всячески способствовать Единой России победе на выборах. Сличная инициатива. Да, он в этом искренне уверен и, естественно, он уверен в том, что его поймут, его товарищи коллеги по партии поддержат и одобрят. Поэтому он чист перед совестью, перед собой и, как выясняется из комментариев представителей ЦИК, даже чист перед законом. Ну, и здесь еще масса мелочей. Ну, например, на какие деньги шла рассылка? Интересная деталь. Я думаю, очень хорошо было бы получить на этот вопрос официальный ответ представителей мэрии, либо господина Собянина. На какие деньги шла рассылка? Хороший вопрос. И рассылка, и печать, собственно, 3,5 миллиона, между прочим. Полноцвет. Да. Скажите, но ведь с другой стороны, вот любая партия власти, если бы сейчас в России, например, у власти была не единая Россия, а коммунистическая партия с Зюгановым во главе ЛДПР, это представить сложно, но тем не менее мы вот так фантазируем. Ведь использовали бы все этот ресурс. Это такая обычная практика уже, вот кажется. Ведь и большинство людей это, наверное, не удивляет. Ну, мельтешит что-то постоянно перед глазами. Ну, вот и хорошо. Губернатор везде. Вот наши зрители пишут, что в Ульяновске по всему городу висят билборды с лицом губернатора, который агитирует за Единую Россию. И так далее, и так далее. Это же не только в Москве такое. Нет, это верно. Что можно констатировать? Что есть буква закона, есть дух закона. Чиновники, как нам всем известно, во многих других странах, как только общественность, либо какие-то журналисты бросят тень на их репутацию, не без определенных оснований, они вынуждены подавать в отставку, потому что считается, что это очень плохой тон и это очень плохо, когда высокодождостное государственное лицо обвиняют в чем-то, и он, тем не менее, игнорирует эти обвинения. В России, очевидно, не так. И для чиновников России у них есть, насколько мне известно, два руководителя, и все общественное мнение концентрируется вокруг этих двух персон. Поэтому они так себя ведут. Я вот еще хотела бы несколько комментариев с нашей интернет-страницы прочитать. Руслан пишет, кажется, у Собянина нет такого авторитета, чтобы его призыв был услышан, а Максим пишет, интересно, другое, что ему, может быть, уже и ничего и не поможет. Насколько это эффективный инструмент? И стоит ли действительно ожидать каких-то необыкновенных результатов после рассылки такого письма счастья? Этот инструмент эффективен всегда. Да. Другой вопрос. уровень и степень эффекта. Если из 3,5 миллионов писем, которые послал мэр, хотя бы 100 тысяч, или даже если 100 тысяч писем найдут свою дорогу к сердцу 100 тысяч пенсионеров или избирателей города Москвы, это немалый эффект. То есть так все плохо, что 100 тысяч уже играет роль для Евгения России? На выборах играет роль иногда даже на один голос. Не поверите. Вы про российские выборы сейчас говорите, точно? Я говорю про, в частности, про выборы. Я недавно приехал из Албании, несколько дней назад, и там в июне месяце были выборы мэра города Тирана. Там 250 тысяч избирателей, и победитель выиграл у побежденного, между прочим, победитель представителя оппозиции. Внимание, 90 голосов, то есть 250 тысяч голосовало, а 90 голосов, голоса пересчитывались несколько раз потом по требованию, соответственно, проигравшей стороны, они оказали решающее влияние. Мы можем мечтать только о том, чтобы у нас ситуация была такая, как у албанцев. Может, Албания, Южная Осетия, вот недавно, между прочим. Второй тур почему состоится? Потому что там ведь тоже речь идет о буквально десятках бюллетеней, в принципе. Такие примеры есть, по крайней мере, даже у наших соседей. Не все так плохо, и 100 тысяч голосов – это очень много. Повторяю, может быть, ситуация, когда голоса сотен, тысяч голосов избирателей перевесят вот эту заветную цифру, предположим, 50% в том или ином городе. А для чиновников, которые отвечают своей политической карьерой за эту цифру, для них это просто очень важно. Как наблюдателям хочется каких-то более изысканных уже механизмов, чтобы использовали в пиаре политики. А вы оцените, кстати, вот кампанию. Вы же, наверное, видите эти ролики рекламные. Вот что-то действительно задевает, на ваш взгляд, человеческое сердце? Потому что ведь идет борьба с роликами некоторых партий. Их снимают, потому что, видимо, они бьют в какие-то болезненные точки. Человеческое сердце всегда задевает эмоции. И не хочу давать рекламу дополнительно ни одной из партий, которая делает телебаные ролики. Но просто самые эмоциональные ролики, они самые эффективные. И в это смысле слова они достигают цели. А вот почему, кстати, «Единая Россия» тогда не идет по этому пути? У них они и ролики, и вот, собственно, мы видим это письмо. Это все официальная бумага, официальный кадр и так далее. Ну почему? Там же про дочь было написано. Вот я ровно хотел сказать. Не совсем так. Ведь очень важное вкрапление про дочь. Очень такая действительно домашняя доверительная деталь, которая повышает доверие и дает ощущение, что действительно, как минимум, это письмо уж точно внимательно сам мэр, если не там все его писал, но уж точно внимательно смотрел. Но это смотрится на поставной зуб, честно говоря. Вот опять же, возвращаясь к вопросу об утонченности и изысканности политтехнологий в России. Но не все избиратели города Москвы являются такими стетами, как ведущие данной передачи. И кто-то, может быть, многие люди ходят с поставными зубами, и это, мне кажется, нормально. Что же теперь людям с поставными зубами не голосовать за Тульбанную партию? Скажите, ну а если говорить о рейтингах, собственно, и судя по вот этим данным, которые есть у газеты РУ о том, что даже по внутренним социологическим опросам Единой России рейтинг падает, и по в целом социологическим опросам, скажем так, независимых служб. Это ведь есть, возможно, за сколько у нас осталось до выборов? 4 декабря? Ну вот буквально, да. Буквально, да, да. Что-то изменить. Вот за несколько дней, в конце концов. Что вы называете «что-то изменить»? Это что такое? 10-20 процентов? Нет. 10-20 процентов нельзя. Существует много случаев, когда до 10 процентов за последние две недели может меняться ситуация в сторону Тульбанной партии. 10 – это все-таки предел. Я хотела бы вернуться к этой истории с боем Емельяненко. Наверняка вы заметили, какое активное обсуждение это вызвало, и масса версий, на кого свистели, не то они в туалет хотели, не то они провожали поверженного бойца, не то все-таки это они одного из лидеров и фронтмена Единой России Владимира Путина свистали. Вот у вас какое мнение на этот счет? Моё мнение, моя версия, которая, естественно, не претендует на истинную последнюю инстанцию, что появление премьер-министра именно в этом контексте оказалось не очень удачным, потому что было видно, что не за горами выбора. И это просто немного странно смотрело, слишком была очевидная искусственность этой ситуации. Это недоработка его команды? Я думаю, что да. А амфоры как тогда? Что? А история с амфорами? Думаю, что да. Но нужно говорить объективно. У команды Владимира Владимировича очень много успехов. Зачем мы акцентируем внимание на каких-то неуспехах? Амфорами не очень удачно с этим много очень успешных действий. И поэтому итогом главным является, как ни крути, ни верти, он самый популярный политик. Но при этом рейтинг его падает, по крайней мере, последние опросы именно это показывают. Рейтинг упал с космических высот до стратосферы, упал до высот средней облачности. Да, он падает, но он очень высокий, и он по-прежнему лидером является объективным. А вот такой прием, который сейчас использовать стала «Единая Россия», есть в этом какая-то вдруг неожиданно такая появившаяся в предвыборной борьбе честность? Что делают губернаторы? Я сейчас не буду называть регион, но чтобы не вышла конфуза. Но вот губернатор на встрече с работниками предприятий говорит, «Вы знаете, все хорошо. Если вы проголосуете за «Единую Россию», у нас будут бюджетные деньги, об этом, собственно, говорит и Сергей Собянин. У нас идет развитие, продолжаться будет. Если вы не проголосуете и победит другая партия, все тоже будет хорошо, но через 2-3 года, позже. То есть пока опять обустроится власть, пока договорятся о том, чтобы шли финансовые потоки и так далее. То есть ведут вот такой доверительный разговор с людьми, и люди, естественно, понимают, что, наверное, так и будет. Это хороший прием? Это вообще прием или это, ну, действительно, вот такой вот доверительный, честный разговор? Это очень плохой и неэтичный прием. И здесь я не к месту вспомню бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова, титаническими усилиями которого, благодаря которому на последних выборах в Мосгордуму была обеспечена выдающаяся победа Единой России, которая набрала 65% голосов, при том, что опросы, которые проводились практически в день выборов Единой России, показывали, что рейтинг не более чем 45-48% голосов в Москве. То есть сегодня фальсификация составляла порядка 20%. Вопрос здесь сейчас Юрий Михайлович. И насколько он доволен работой, которую он сделал на выборах в Мосгордуму. Я думаю, те политики, которые так делают, которые ведут доверительную беседу, используя свой явно выраженный административный ресурс, который заключается в той позиции, которую они занимают, история рано или поздно даст им свою оценку. В каком смысле это может касаться Сергея Собянина? В каком смысле это может казаться Сергея Собянина? Я думаю, что факт использования, на мой взгляд, мэром города Москвы административного ресурса, этот факт останется в истории. И определенные группы избирателей, которые себя называют демократами, вряд ли они поддержат мэра Москвы Собянина. Если когда-нибудь у нас будут такие открытые конкурентные выборы, вряд ли они будут за него голосовать, пометуя, какими методами он пользуется, будучи на посту мэра и имея за собой институтный ресурс. У меня последний вопрос, если можно коротко. Если падает рейтинг «Единая Россия», если у людей растет, может быть, даже раздражение, обилие подобной рекламы административного ресурса, а в чью пользу это все происходит? Есть шанс какой-то, например, у правых партий, у которых реклама-то и предвыборная агитация не так уж и много, набрать за счет вот этих людей голоса? Или, может, это какие-то непарламентские силы получают сейчас эти баллы в будущий зачет? Кто получает баллы при том, что партия власти беспардонна с пользователем институтный ресурс, этот вопрос задается. Получают баллы оппозицию широкой смысле слова. Сейчас где-то порядка 15% избирателей не определили, за кого они будут голосовать, и подобного рода энергетические толчки, которые со стороны партии власти. Я, правда, говорю о жителях больших городов, крупных городов, а не о жителе сельских поселений, где там очень сильная зависимость от органов власти и там другая мотивационная схема. Так вот, в этих крупных городах, я думаю, что это не будет добавлять дополнительных очков партии власти. Здесь она, мне кажется, делает ошибку. Спасибо. С нами в студии был Игорь Минтусов, политолог, директор коммуникационной компании Николая.